Торжественное открытие новой игровой площадки в ауле Кубина началось традиционно с перерезания красной ленточки. Этого события тут с нетерпением ждали и дети, и взрослые. Седовласы Аксакалы говорят, что очень рады за внуков, ведь в их собственном детстве таких площадок не было. О таком детском городке жители этого микрорайона Кубина мечтали давно. Вопросы о его строительстве они не раз поднимали на местном уровне. И вот, благодаря активности аульчан и выделенным из бюджета кубинского сельского поселения средством, это удалось. Плюс неоценимую помощь оказал один из местных Аксакалов. Он совершенно бесплатно выделил земельный участок для благоустройства, за что аульчане ему безмерно благодарны. Искали мы земельный участок, не могли найти. По этому вопросу подошли к Кишмахову Рауфу. Попросили его, на что он нам ответил, этот участок у него был в пользовании, огороженный, он свое сено складывал туда. Он сказал, если это для детей, если вы собираетесь построить площадку, я с радостью вам этот участок уступлю. В парке есть зона для занятий воркаутом, так что юные спортсмены смогут совершенствовать здесь свою физическую форму. Для малышей оборудовали игровую зону, а для старших поставили скамейки. Довольны остались все. Понравилась тебе площадка? Да, понравилась. Очень хорошая площадка, очень красиво открылище. Очень крутая площадка. Будешь приходить заниматься здесь? Да. А раньше вот было где играться здесь, расскажите. Да. Еще одна площадка есть? Да. Но она какая, лучше или хуже? Нет, хуже. Лучшая была. Ну, старенькая, наверное. Да. А что там есть? Ну, то же самое. То же самое. Сломанная была. Да, сломанная все. Ну, у тебя все новое, красивое. Да. Да. Здесь лучше. Обычно с детьми гуляли у нас помимо этой площадки. У нас еще там площадка была. Но для нас это было далековато. Вот здесь у нас, для нас это очень удобное место. Мы очень рады. Вот эту открытию мы ждали давно. Дело в том, что не только для игр вот это открытие. Здесь дети будут общаться, соседи будут общаться. В наше время с нашими интернетами общения стало меньше. Поэтому по вечерам после всех работ вот база отдыха, да, вот это у нас зона отдыха и для детей, и для нас, пенсионеров. Вы знаете, у меня головокружение от радости и успехов нашего аула. Да. И особо об этом хочется говорить, потому что какие малыши вот эти счастливые. Я радуюсь, не завидую, радуюсь. Мы этого не видели. Вот. И сельские советы, и так далее, муниципальное образование. И тогда работали. Но не было таких возможностей. Сегодня, знаете, смотришь и душа радуется. Дети цветы жизни. Чтобы они росли разносторонне развитыми, необходима и благодатная почва. Сегодня в Карачево-Черкесии, благодаря совместным усилиям властей и местных жителей, появляются вот такие красивые парки, игровые зоны, новые спортивные комплексы, современные дома культуры. И всё это очень востребовано.